А что от себя хотели бы сказать? Кому сказать, скажите, да. Гражданам Беларуси, тем, кто будет смотреть, смотрите. Доброе. Гражданам Беларуси хочу сказать, что законы с воротной силой не мают, и любые порушения, которые допускались, они так и иначе будут рано или поздно узнавлены. Это может быть и с десятки годов, но это может быть и должно быть. И так иначе придется отказывать тем людям, которые порушали эти законы. И до этого молодое поколение Богоскова доживе, это не будет вечно. Потому что закон, дуралет, лекс сед лекс, сказали римляне, закон суровый, але это закон. И этого треба триматься, як бы не хотелось, як бы спакуса не была, не как бы сти, порушить и так далее. Как думаете, примерно, Лукашенко сколько продержится еще, его режим? Ну, это я не могу сказать. Речь идет, он тут залежит от его физического стану, який мы не знаем реально. И залежит от того, на кольки он будет по раннейшему контролевать силовые структуры. Бо экономичный режим уже потерпел крах. Возь, але силовые структуры, які доволі шматліки, пакуль што допомагають зутремлевати ковладу. Верите ли вы в возможность сохранения диктатуры этой в случае преемственности? То есть Лукашенко не сможет больше, да, он стал старый, больной, либо он умер, например. И, например, Витя там, либо кто там, Дима, либо Коля там, кто-то еще из своего окружения попытался взять. Возможно ли это? Или режим рухнет в таком случае? Теоретично все максимуме, это уже залежит от громадства, от его активности. Просто так в руки не приплывая влада, не може лежать на улице, она, ее або беруть, або не беруть. Але брать ее требует поведенности с Конституцией. В выпадку любых змен повинны быть проведены, вернута Конституцией 1994 года, проведены выборы. И выборы повинны забеспечить преемность влады. А на период, пакуль этой выборы проводятся, дзейничая дзейный урат, яке аж зацюляет ее полномодство. Так, прадугляджана Конституцией, и калі так будзет, то гэта и сценар, яке вы назвали, маловерогой.